Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Adam's Channel. Сегодня у нас будет видео не про криптовалюту, не про заработок в интернете, а совершенно на другую тему. Сегодня я вам покажу такой сайт, где вы можете проверить те или иные сайты, то есть ссылки на них, на наличие вирусов и всяких вредоносных скриптов, кодов и так далее. Часто бывает, что вы переходите на какой-то сайт, и он у вас вызывает подозрения. И вы думаете, а стоит ли мне переходить на этот сайт или нет. Так вот, есть так называемые онлайн-антивирусы. На самом деле их очень много, но я вам покажу всего лишь один очень хороший онлайн-антивирус, который, я думаю, многим известен, и называется он Доктор Веб. Этот антивирус, он работает чуть ли не с конца 90-х годов, данный антивирус, друзья, перетерпел очень много разных изменений, вырос, развивался, и сейчас на этом сайте есть очень много чего. Мы на всем этом подробно останавливаться не будем, я лишь вам покажу онлайн-антивирус, то есть тот антивирус, который даст вам возможность проверить ссылки на наличие вирусов. Итак, мы переходим на такую страницу, где мы можем проверить ссылку, вписав ее сюда, то есть скопи-пастить сюда, и нажав кнопочку «Отправить», этот сайт проверит данную ссылку на наличие возможных вирусов, которые есть в базе, в базе самого Доктора Веба. То есть, как бы там ни было, на 100% он вам не может дать гарантию, что на сайте нету вирусов. То есть он проверяет только по своей базе. Если в его базе есть какой-то там вирус или вредоносный код, и он находит его на сайте, в таком случае он дает об этом знать. Если нету в его базе каких-либо вирусов или вредоносных кодов, то, соответственно, он считает, что этот сайт чистый. На самом деле в его базе очень много разных вирусов, кодов, скриптов, очень много. Поэтому, так скажем, с 90% вероятностью он скажет вам правду. То есть есть на сайте вирус или нету. Но это не значит, что на все 100%. Я думаю, вы поняли, да? Давайте возьмем с вами какую-нибудь ссылочку, а именно возьмем ссылочку на мой сайт. Я вот ее беру, копирую, затем перехожу сюда, вставляю. Я беру ссылочку на свой сайт, вставляю ее сюда, и давайте проверим, есть ли на моем сайте вирусы. Нажимаю «Отправить». Идет та самая проверка, и как мы видим, вирусов нет. Сайта нет в базе вредоносных сайтов Dr.Web. Сайт не перенаправляет на другой сайт. То есть мой сайт безопасен для посещения. Спокойно можете его посещать. Никаких вирусов на нем нет. Ура! Далее вы можете более подробнее познакомиться с этой информацией. Я в это углубляться не буду. Кто разбирается в этом, пожалуйста, почитайте. Итак, значит, вот буквально за пару секунд вы можете узнать ответ на вопрос, есть ли на сайте вирусы. Давайте возьмем с вами какой-нибудь биткоин-кран, на котором, возможно, есть вирус. Ну, или не просто вирус, а, скажем, перенаправление на другую страницу, или какой-то вредоносный код, или даже майнер, или что-то такое, да? Допустим, какой-нибудь, вот я просто пальцем тыкну сейчас. Не буду конкретно что-то выбирать, а вот просто вот этот сайт. Вот. Я даже его озвучивать не буду. Окей, я его копирую. Перехожу сюда, вставляю, жму «Отбрать». Итак, наш паук, доктор В, проверяет сайт на наличие вирусов, и мы ждем. Конечно же, вы можете заниматься чем-то другим своими делами, пока там проверка идет. Итак, здесь тоже, друзья, видите, вирусов нет. Все зелененькое. Конечно же, можете спокойно использовать данный сайт. Друзья мои, также для посетителей моего сайта, ну, мои подписчики знают, о чем я говорю, значит, я добавил на сайт, друзья, добавил на сайт вот такую форму проверки ссылки антивирусом, конечно же, от этого доктора Веба. Если вы, например, забудете, как называется, данный сайт или ссылочку, можете перейти на мой сайт и в моем сайте сделать проверку. А давайте, кстати, и проверим. Здесь, правда, немножко по-другому все показывает, но, по сути, то же самое. Давайте возьмем другой сайт. А давайте возьмем, давайте вот этот Facet Crypto возьмем. Просто копируете ссылочку и вставляете сюда. То есть, чтобы вот удобно вам было, да, вот когда вы приходите на мой сайт, находите какой-нибудь новый кран, новый сайтик, вот сразу его вставили сюда и проверили. Обратите внимание, друзья, что открывается новая вкладка, вам надо туда перейти, и вот появляется, и на этой вкладочке, друзья, вы увидите результат. Как видите, вирусов также не обнаружено. Пожалуйста, пользуйтесь. Еще я хочу вам показать такое, друзья. Возможно, вы не знаете, но у доктора Веба есть бесплатная лечащая утилита. Вот. А сам по себе доктор Веб – это платный антивирус. Если вы хотите его установить, скачать, заплатить за него, купить лицензию и так далее, это уже вы смотрите сами. Вот, пожалуйста, ссылочку на сайт я оставлю. Вы изучаете, уже сами решаете, что будете делать. Я же вам покажу бесплатную лечащую утилиту доктор Веб. Значит, вы ее скачиваете, устанавливать ничего не надо. Прямо из коробочки она запускается, данная утилита, она проверит ваш компьютер. Вы можете установить диски, да, какие она будет проверять. Например, это системный диск, это другие локальные диски, на которых у вас файлы хранятся. Можете только локальные диски проверять, минуя системно, такое тоже возможно. Или даже вы можете проверить отдельный файл на наличие вируса. Это может быть zip или rar-архив. Можете просто указать антивирусу вот путь к этому файлу, и он проверит. И опять-таки на основе своей базы вирусов он вам даст вердикт, есть ли в вашем компьютере в этом файле вирусы или нет. Знаете, здесь такой вот интересный момент есть, он меня немножко рассматривает. Аккуратное использование доктора WebCurate не для лечения пиратством. То есть, если вы, например, пойдете к другу домой и решите проверить его компьютер своим, допустим, скаченным доктор WebCurate, допустим, вы его скачали к себе там на флешечку, и еще этой флешечки хотите проверить. В таком случае, если вы будете использовать доктор Web, это будет называться пиратством, потому что это не лечение вашего собственного компьютера. Здесь на самом деле имеется в виду другое. Если у вас есть, например, свой бизнес, и вы с компьютера вашего предприятия скачаете вот эту доктор Web лечащую кутилиту и будете ее использовать бесплатно, вот в таком случае это будет называться пиратством. Все, теперь у вас есть отличный инструмент для проверки ссылок на наличие вирусов, особенно вот на таких вот кранах, всяких буксах, всяких сайтах для заработка. Ну вот на этом все, друзья. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и до новых встреч!